Дайте, но это же не идти. Что? А ему, блядь, это антично зарплату дайвать. Дочка сможет. Без телевизора уже 6 месяцев, да они уж по недам. С той средней санта барберы пропустили. Семейную лодку, плывущую сквозь быт, качает и даже штормит. Муж выпивоха во время очередного запоя спрятал зарплату, да и позабыл куда. Чтобы обнаружить заначку, возмущенный женой на помощь призван гипнотизер. Однако вместе с найденными деньгами начинают всплывать и другие тайны. Скелеты в шкафу-то у каждого, конечно, есть. Но прежде всего это про любовь. Это про любовь и доверие. Проверку на откровенность под гипнозом проходит по очереди муж и жена. И без того давший трещину брак окончательно оказывается под угрозой после открывшихся обстоятельств. Каждому из супругов есть что скрывать. Так это в каждом есть. Это просто кто-то может говорить, что нет, во мне этого нет, улыбаться и говорить, что нет, я не такой. На самом деле, если копнуть, это в каждом есть. Ситуации и диалоги, написанные уральским драматургом Василием Сигаревым, действительно очень узнаваемы. Автор умеет в своих произведениях подметить не самые светлые стороны быта. Актрисе Татьяне Артемчук роль скандальной извительной надежды далась непросто. Персонаж мне не близкий. Конечно, я все это вижу, я знаю, я иногда веду себя так, но не в таком количестве, естественно. Поэтому мне сложно. И я вот ребятам говорила, что мне периодически было сложно, потому что я не понимаю степень правдивости, потому что я от себя не могу идти и не могу оценить, насколько оно выглядит правдиво. Зритель правдивость почувствовал и живо реагировал на повороты сюжета. Спектакль дает возможность не только посмеяться, но и поразмышлять. Как избежать в своей семье того, что так неприятно смотрится в грубо-карикатурном формате. Спектакль, мне кажется, очень глубокий, несмотря на какие-то такие комичные вроде бы как ситуации, на самом деле, наверное, он меня задел даже больше, чем, ну, верно, хотелось бы. Просто очень много каких-то вот таких вот жизненных вещей, которые выражены, может быть, слишком гротескно, но, тем не менее, это жизнь. Ответить на вопрос, так ли нужна правда в отношениях, каждый зритель может сам. Ближайший показ детектора лжи назначен на 15 июня. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время.